В салону китайских автомобилей на Берском шоссе прецедент посвятил целую серию сюжетов. Герои этой мыльной оперы годами ждали полностью оплаченных железных гоней. Шло время, в дилерском центре менялись действующие лица, компании и даже автобренды. Неизменным оставалась незаинтересованность правоохранительных структур. Обратившись в автосалон Юг, я решила приобрести для своей семьи вот такой автокроссовер. Вся эта история закончилась для меня тем, что я плачу семилетний кредит, мне осталось выплатить пять лет. У меня осталась коробка от автосигнализации, видимо, которая пропала вместе также с моим автомобилем. На покупку автомобиля Черепановы решились в начале 2015-го. Споры о том, что лучше подойдет для семейных потребностей, поддержанный европеец или новый китаец длились больше месяца. Прошли тест-драйв в автосалон Юг. Нам автомобиль очень понравился. Решили приобрести его, оформили автокредит. Сказали, что машину мы получим в течение трех дней, но машину мы не получили. Уже 30 апреля директор Юга Алексей Зайцев рассыпался в извинениях и просил подождать еще. Спустя еще месяц кредит доверия, предоставленный автосалону, был полностью исчерпан. Ирина подала иск на возмещение ущерба. 27 августа 2015-го Берский городской суд обязал Юг выплатить ей 1,308,000 рублей. Но до сегодняшнего дня наша героиня не получила ни копейки. В ходе судебных заседаний у нас есть информация, что наш автомобиль продан в городе Барнауле. В подобную ситуацию попали и другие клиенты недобросовестного автодилера, в том числе и гости из ближнего зарубежья. Автомобиль мне так до сих пор не передан. Мы узнали, что автомобиль был продан второй раз уже неизвестно кому. Александр Кашеваров из Казахстана в начале 2015-го заплатил больше миллиона рублей за супертурбовый внедорожник класса люкс. Предварительно мы внесли 300 тысяч и в феврале месяце позвонил менеджер с автосалона Юг. Сказал, что надо доплатить 756 тысяч до конца февраля, либо цена автомобиля поменяется. Мы внесли, составили основной договор, ну и началось. То машина пришла без ПТС, все ждали документы, потом выяснилось, что автомобиль в Красноярске. В феврале 2016-го нам удалось встретиться с финансовым директором Юга Георгием Мачехиным. Вот как нелепо тогда он объяснял свою договорную несостоятельность. В свое время просто были какие-то кредитные обязательства. И в начале 2015-го года банки попросили все кредиты закрыть. Все на фоне глобального кризиса. Вот такая ситуация сложилась. Надо отметить, что к такой ситуации в Юге готовились. Платежи от клиентов принимали исключительно наличными. Активов в собственности не имели. Король Южных Кровей на поверку оказался голым. На остатке у нас 53 производства в отношении данного должника. И остаток задолженности составляет 23,7 миллионов рублей. Деятельность организации фактически не осуществляет. Движимое, недвижимое ущество, иные активы отсутствуют. По адресу регистрации, указанному в исполнительном документе, ИГРУ должник организации не находит. Соответственно, перспектива, скорее всего, окончания без исполнения. Но с уходом Юга и исчезновением Георгия Мачихина в неизвестном направлении Гиллерский центр на Бердском шоссе деятельность не прекратил. В 2016 году здесь появилось новое юрлицо. Компания «Автосоюз» с директором Ильей Фоминым. Но сомнительные сделки, не сулящие покупателям ничего хорошего, продолжали заключаться. С 31 марта прошлого года я решила купить автомобиль и, соответственно, обратилась в фирму «Автосоюз». Фирма просила, что процентную предоплату, я внесла 70 процентную. Это было 700 тысяч, и начались как бы из пустого в порожнее. То автомобиль не туда ушел, то деньги не туда пришли, то деньги вернулись назад. Вот сейчас мы оплатим заново. Когда дело дошло до суда, стороны заключили мировое соглашение. В июле 2016 автосоюз обязался вернуть Ирине Пышной 756 тысяч рублей. Еще порядка 100 тысяч в виде неустойки, компенсации морального вреда и стоимости услуг юриста. Нам выплатили треть, это получается, ну что-то в районе 300 тысяч. После этого фирма ушла в глухую оборону, мы звоним, они говорят, что мы не существуем, сюда не звоните. Хотя работают те же самые люди, это вот Кащеева Наталья и Фомин, как директор. Зачем выплачивать долги фирмы, если можно начать бизнес-историю с чистого листа? Да, вероятно, так думал Илья Фомин, когда в октябре 2016-го создал новую организацию. Группу компаний «Автолидер» по уже знакомому нам адресу на Бердском шоссе. Трудятся здесь, если это можно назвать трудом, бывшие сотрудники Юга, а потом автосоюза. Например, менеджер Наталья Кащеева, для которой соврать журналисту, раз плюнуть. А вы давно тут работаете? Ну, не так давно. Не так давно? Не так давно. А в Юге не успели поработать? У Мочихина? Мочихина? Не знаете такого? Знаю такого. Ни о чем не говорите. Ни о чем не говорите? Ни о чем не говорите. Редакция программы располагает еще одним доказательством возможной связи Юга с автосоюзом. Согласно тексту этого договора между ними, в декабре 2015-го Илья Фомин обязался поставить автомобили обманутым клиентом Юга на общую сумму в 7 миллионов. Но коммуникация с Ильей Андреевичем у нас не заладилась сразу. Я так понимаю, автосоюз сначала принял на себя обязательства по поставке автомобилей, которые Юг не поставил? Ну, я не знаю, у вас какая-то ложная информация. Ложная информация? Давайте я вам всю информацию вышлю на почту, и потом мы уже созвонимся и предметно поговорим. На наши вопросы Илья Фомин отвечать отказался, сославшись на коммерческую тайну и сверхзанятость. Зато обещал уделить должное внимание этому выпуску прецедента. В ходе нашего расследования мы нашли более десятка человек, которых по схожему сценарию обманули в этом здании. К сожалению, подозрительным это кажется только нам. Пешеходы по неволе платят автокредиты фактически за воздух и раз за разом получают отказы в возбуждении уголовного дела. У Ирины Черепановой их накопилось 5 штук. В полицию поступили 13 заявлений о противоправных действиях представителей двух коммерческих организаций, занимающихся автодилерскими услугами. По 10 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. По трем заявлениям проверки продолжаются. Сегодня здесь торгуют не китайскими, а узбекскими автомобилями. К недавно созданной группе компаний «Автолидер» нет вопросов ни у приставов, ни у полиции. Поэтому русская рулетка, где ставка, стоимость железного коня продолжается. Я считаю, что это просто мошенничество. Чистая вода. И я бы не хотела, чтобы другие люди, собственно говоря, наступали на наших табли.